Чем больше я сталкиваюсь с тем, как работает UFC, я просто в восторге. Надо умереть на ринге, господи, да умру, пофиг вообще. Может, где-то подсознательно я не могу без драмы. Мне обязательно нужно какое-то преодоление какое-то. Обязательно все, чтобы было так, все тяжело. И вот я такой бах, и я вырвался оттуда. Я, возможно, один из лучших ударников в мире. Если у тебя нет поддержки, нет помощи, можно так гораздо быстрее сломаться. В первую очередь, в этой жизни все зависит от тебя самого. То есть от твоего, может быть, окружения, а не такая-то страна плохая, такие-то люди плохие. Мне уже 30 лет. И вот залазить в клетку, обниматься с другим полуголым мужиком, ну вот зачем мне это надо? Я могу тратить свое здоровье и при этом заработать 74 тысячи долларов за одну ночь. Сейчас я уже готов к взему. Амбиции я свои давно уже реализовал. Всем привет! Я в Сакраменто, столице Калифорнии. И сюда я специально приехала, чтобы посмотреть, как живет и работает фигбоксер, боец UFC Слава Борщов. Вместе с семьей парень приехал из Белограда с одной целью – попасть в UFC. И осенью прошлого года, поразив самого Дана Вайта, президента UFC подписал контракт с организацией. Его путь – история о том, как даже в маленьком городе России ставить перед собой большие цели и достигать их. Ну а меня зовут Лена Плотникова, а вы на самом амбициозном канале об эмиграции приехать в США. Пойдемте к Славе. Слав, привет! Мне кажется, нет бойца, который не мечтает попасть в UFC, и для кого-то это даже может стать целью. То есть мне очень нужен контракт, и люди прям идут туда, невзирая ни на какие преграды. Ты уже полгода в UFC, у тебя было два боя. Оцени вообще эти полгода. Для тебя это больше расслабление, что все, ты попал в UFC, и можно в целом уже как будто плыть по течению? Или про большую ответственность, что ты в UFC, ты должен доказать, что ты имеешь право там находиться, и тебя не просто подписали? Ну да, я, конечно, стараюсь быть ответственным всегда, ко всему относиться максимально серьезно, тем более это серьезная организация, которая именно требует это. Но в то же время я просто безумно доволен, и чем больше я сталкиваюсь с тем, как работает UFC, я просто в восторге. Да, наверное, это вообще лучшее, что в моей профессиональной карьере происходило однозначно. Это очень серьезная организация. Я думаю, что она уже прям… Ну, понятное дело, наверное, еще далеко по масштабам и цифрам, но она явно… Эта организация стремится, типа, вот быть что-то на уровне NBA, NHL и всего такого. Ну, давай вернемся вообще к итогам. Я с тобой до этого разговаривала и задавала вопрос о том, почему люди выбирают такой травмоопасный спорт, но, тем не менее, мне до сих пор непонятно. Ты всегда можешь оказаться в травме, ты непонятен, может быть, исход боя. Но все равно мальчики идут в этот спорт, продолжают его, делают его своей профессией. Почему ты его выбрал? Как у тебя сложилось в этом? Не, ну, со мной история вообще такая. Я себя и не помню, чтобы я не занимался. Я лет с восьми уже где-то в единоборствах и всю жизнь дерусь. Думаю, это очень часто влияет среда вообще. Все-таки это спорт в основном бедных людей, как бы из таких не самых благополучных регионов, поэтому даже иной раз… Все любят драму и все любят историю вот этой американской мечты, но меня как раз иной раз привлекают вот такие ребята, как Сейдж, как, я не знаю, Майк Милот, потому что эти ребята из очень обеспеченных семей, у них все по жизни нормально. А что их туда перло, вообще непонятно, зачем они лезут. А что туда прет? Ну вот как раз, я думаю, такие люди добавляют вот этого сока во всю эту игру, потому что они как раз на это смотрят как на искусство. Они получают от этого искреннее удовольствие, им действительно это нравится. Они видят это по-другому. Они не видят просто двух полуголых мужиков или женщин, выбивающих из друг друга все то, что можно и нельзя. Они как раз видят в этом искусство, противостояние. Это действительно, не зря же говорят martial arts, боевое искусство, потому что это очень большой объем элементов технических приемов, навыков. И самое что интересное, что независимо от того, какие бы у тебя не были навыки сильные, насколько бы ты не владел разными видами искусств, неважно даже насколько ты будешь сильным физически, развит, все равно остается еще вот этот ментальный момент. То есть насколько ты еще морально сильный, чтобы преодолеть это. Потому что против тебя будет точно такой же обученный боец, когда вы на равном уровне соревнуетесь. И многих это захватывает. Это, я не знаю, это как... Вот я как раз... О! Шикарный пример. Я вчера дочке... Она меня... Почему-то именно меня просит постоянно читать ей Белого Клыка. И там как раз два персонажа в самом начале книги рассуждают Генри и Билл. Они рассуждают... Они же перевозят гроб. В самом начале перевозят гроб очень богатого человека по Северной глуши. И они задаются вопросом, типа, вот, ну ладно, мы-то, мы бедолаги, мы нафиг никому не нужны, мы сюда приехали заработать денег. А этот-то что здесь делал? У него все четко. Он мог бы сидеть себе в офисе, и никогда бы в жизни с ним этого не случилось. Зачем он сюда приехал? То есть некоторым людям это просто романтика, им это нравится. Нужен адреналин? Да, нужен. Я не считаю, что это просто голый адреналин. Голый адреналин – это спрыгнуть с парашюта, я думаю. А это... Или там, я не знаю, может, преступление какое-то совершить, это голый адреналин. А здесь это как раз вот именно какая-то вот есть в этом романтика. Ну, я ни в коем случае... Опять же, в прыжках с парашюта может тоже есть романтика. Я просто к тому, что тут, наверное, нравится целиком путь преодоления, типа добраться до самых вершин. Еще очень такой интересный момент. Мне один товарищ, ныне очень популярный, сказал такое... Я не буду говорить, кто, потому что он же тоже... Мы тогда были, что нам было, по 19-20 лет, там сколько. Я когда чемпионом мира стал, а я постоянно своей невесте, сейчас уже жене, просил у всех телефон позвонить. У меня тогда не было. Мне как раз после того, как я чемпион мира стал, подарили наконец-то айфон. Вот, а до этого не было. Ты же можешь себе позволить. Да, да, я у всех просил. Вот. И вот когда я только выиграл чемпионат мира, он такой сидит и говорит... Ну, говорит, а он же видел, что я постоянно ее названиваю, там, может, и ругались там иногда, я не знаю. Ну, короче, он слышал наш разговор постоянно. Говорит, ну, вот теперь ты понимаешь, что девушка должна тебя ценить в твоей дне? Нет, а что случилось? Почему? Говорит, ну, типа, ты же чемпион мира. Говорит, вот, понимаешь, можно быть там мажором, там, родиться, там, типа, в богатой семье или еще что-то. Ты ничего для этого не сделал. Да, а чемпионом мира ты просто так не станешь. Это не зависит от того, какие у тебя деньги или какие у тебя связи. Я такой подумал. Хотя в будущем, конечно, я понял, что нет, все-таки какие-то факторы могут повлиять. Вот, например, мне повезло, что моя семья, ну, в виде моей бабушки, она меня обеспечила всем необходимым. И до 17 лет я мог только и думать, что о тренировках. Мне не пришлось параллельно думать о том, что есть, что пить, где жить. Это, естественно, благодаря моей бабушке. То есть тут это не чисто мой вот, это я такой красавчик. Но все-таки фактор того, что как бы ты мне не помогал, в ринг выхожу делать я. И это, наверное, очень захватывает, потому что неважно, сколько денег у тебя есть, сколько людей вокруг тебя, сколько тебе, как тебе помогли. Я не знаю, какая обстановка политическая в мире. Вот когда ты выходишь в ринг, это все только от тебя зависит. И, наверное, вот это, может быть, захватывает вот этих людей. А в какой момент ты понял, что это не просто спорт, которым ты занимаешься, что можно превратить его в профессию и начинать продолжать заниматься? Потому что, как я понимаю, в начале нет никаких особо денег. Да и даже, я так понимаю, в середине этого пути тоже не всегда есть деньги. Что мотивирует оставаться, что, окей, хорошо, я сейчас пережду, позанимаюсь еще чем-то, какую-нибудь другую работу найду, но буду продолжать это делать? Мотивирует голые амбиции в основном, я считаю. Но я вообще, в принципе, я никогда в своей карьере не задумался о деньгах до тех пор, пока у меня не появился первый ребенок. Вот только, когда у меня родился первый ребенок, все, весь мир перевернулся, и все, вот с этого момента меня уже мало что интересует, кроме как благополучия моих детей и моей семьи. Но там сказать, что я избавился совсем от моих амбиций, нет, конечно, нет, тоже нет. Но в начале мотивирую только амбиции. Вообще самый прекрасный возраст, я думаю, чтобы менять мир и все переворачивать с ног на голову, это как раз вот где-то с 16, ну, может быть, с 18 до 25, если еще нет семьи. Потому что, ну, в 16, может, еще недостаточно разумен, но уже сердце уже готово к свершениям всяким. Когда ты вот именно чист, как вот нету еще, не набрался всякой грязи или, наоборот, слишком умного и хорошего. Когда ты не боишься рисковать, когда все равно, ну, готов, ну, ладно, надо умереть там на ринге, господи, да умру, пофиг вообще. Я реально так размышлял. Мне реально было вот все равно. Сейчас же есть страх, я понимаю, из-за того, что дети есть. Нет, страха, конечно, нет, я уже слишком большой опыт, чтобы прям бояться, что я умру, такого нету, но не хочется, конечно, умирать. Слушай, ну смотри, ты чемпион России, я так понимаю, несколько раз становился чемпионом России, ты чемпион Европы и мира, правильно? Я победитель первенства Европы, победитель первенства мира и чемпион мира. Первенство Европы и первенства мира – это по юниорам. Да, но все равно это этапы в твоей жизни, которые не сразу приходили. Но был момент до этих этапов или во время того, как ты шел к этому, когда ты такой, все, я в этом спорте больше не участвую, я пошел, слишком сложно, я не хочу больше, выберу нормальную, стабильную работу, где не будет, например, такого стресса или еще что-то, когда ты себя уговаривал оставаться? Ну, не то, чтобы прям уговаривал, но прям переломных моментов вообще было много, но такой самый болезненный, это, кстати, забавно, опять связано с моей женой, да. Ну, вы достаточно долго вместе, конечно, мне кажется. Ну да, да, уже сколько, почти 13 лет вместе, да. В 2009 году я поехал, и у нас дело в том, что есть в кикбоксинге несколько разделов, там, фулл контакт с лоу-киком, кей-1, ну, к-1, и просто фулл контакт. И это разные дисциплины, они выглядят по-другому, я просто сейчас не хочу тратить наше время, объяснять, но, в общем, это три разные дисциплины. И по ним, по всем проводится разный отбор, то есть разные чемпионаты, то есть это все чемпионат России, но они все разные и в разное время проходят. Вот, и чтобы отобраться хоть куда-то, я поехал на все три, вот, и на всех трех я стал третьим. И везде мне не хватило прям чуть-чуть, причем я проводил по три, по два боя, мне вот все время вот какой-то чуть-чуть мелочи не хватило. И на последней России вообще был очень равный бой, но я все равно проиграл. И я помню, так расстроился, так забавно, я помню, я тогда еще крест носил, крест все сорвал, там, что-то вообще там с ума сходил. Это сейчас очень стыдно вспоминать, очень, ну, в общем, вот тогда был прям серьезный момент, я уже прям не знал, думаю, да нафиг мне вообще все это надо. То есть очень тяжело было. Это, наверное, был один из самых таких тяжелых моментов, потому что я очень долго дрался, мне никогда ничего легко не давалось. И я очень часто на мне ставили крест, очень часто думали, а ну вот это не получится, то не получится. И мне постоянно, ну, мне вот все время постоянно пыталось что-то доказывать. Иной раз я даже смеюсь уже, вот то, что вот последний бой я проиграл, до этого все так хорошо шло. Я уже, мне кажется, может где-то подсознательно, я не могу без драмы. Мне обязательно нужно какое-то вот преодоление какое-то, вот обязательно все вот, чтобы было так все тяжело. И вот я такой бах, я вырвался. Может, эти люди, у которых все благополучно, знаешь, идут в этот спорт, чтобы как раз эту драму получить. Может быть, да. Вот это, ну, это даже не адреналин, я не знаю, садомазохизм какой-то. А в тот момент хорошо, ну, такой, все, там, сорвал крест, я устал. Как ты себе объяснил, что хорошо, ладно, фу, выдохнул, буду продолжать дальше, ничего страшного, что я три раза третий, однажды я все равно стану первым. Не, ну тут мне, честно говоря, мне повезло. Вообще, мне в жизни довольно часто повезло. Вот, тут момент такой. Во-первых, забавно, что меня из тех, кто меня успокаивал, единственный человек, который меня реально успокаивал, приводил в порядок, это был один и тот же человек, который меня замотивировал ехать сюда. Это так интересно, потому что мы с ним не то чтобы общаемся постоянно, ну, мы как бы дружим, мы всегда дружили, но мы не так вот, что мы прям вот там за ручку ходим там все время вместе. Мы жили в разных городах, то есть он вообще по-своему вел свою жизнь, я по-своему. И вот как-то мы, вот когда мы пересекались, вот так интересно, он меня именно, что в тот раз он меня замотивировал, товарищ мой. Кстати, забавный факт, его зовут Юра, и он своего сына назвал Роман. А здесь Юрая, и он своего сына назвал Рому, и я еще угораю, что он нравится романирить. Фикронические отношения, простите, выгоним. Да, 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 ну, вот, и получается, что я вернулся домой просто, ну, и тренировался, и тренировался, ну, потому тренировался я всегда тренировался, я по-другому уже свою жизнь не представлял. И тут появилась информация, что мне лучше поехать на сборы, потому что по юниорам может два номера поехать, первый и второй, но второй номер не появляется. А ты был третьим, нужно объяснить, что ты был третьим, ты не мог поехать. Да, да, я был третьим, да. Но Юрая, ой, господи, Юрая, у меня уже все, Юра. Часто бывает, что в юниорах регионы не могут найти деньги на своего бойца. И так случилось, что вот второй номер, у него там что-то случилось, не нашли на него, в общем, денег. Вот, и получается, мой отец, я не знаю, как именно это произошло, но, в общем, они как-то нашли на меня денег на сборы, и в случае чего поехать на соревнования. А в случае, если регион не может выделить деньги, может семья помочь или спонсоры какие-то? Да, ну ты даже сам можешь оплатить, можешь сам оплатить, да. Вот, просто, ну, в общем, мне повезло, на меня нашлись деньги. Вот опять же вопрос к тому, что, да, в ринге ты делаешь все сам, но если у тебя нет поддержки, нет помощи, можно так гораздо быстрее сломаться. Поэтому, как недавно сказал Шварценеггер, не так давно, что селф-мейд, история селф-мейд, это все булчает, это неправда, не бывает селф-мейд из сторис. То есть, может быть, они и есть, но какие-то, ну, очень супер уникальные. Всегда есть кто-то за тобой, кто тебя собрал. Кто в тебя хотя бы раз поверил, да? Да, кто тебе по кусочкам, да, тебя собирал, кто помогал тебе, кто подталкивал тебя. Даже, может быть, недоброжелатель, который хотел сделать что-то плохое, а в итоге получилось хорошее. И, получается, я поехал на соревнование и выиграл соревнование, причем в финале побил паренька, которому я проиграл, то есть первому номеру. И с этого момента у меня какой-то прям всплеск начал. Еще забавно, что как раз прям вот в аккурат перед этим я начал встречаться со своей будущей женой, только начались отношения с ней. И вот с тех пор я прям побеждал, побеждал очень долго, без конца. Ну, смотри, ты, получается, выигрывал и в России, и в мире, и в Европе. В какой момент ты начал смотреть на Штаты и начал сюда ездить? Как это технически происходило? Ты жил, получается, уже в Москве на тот момент, когда ты начал сюда посматривать? Или еще в Волгограде? Да, 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 в Москве уже. Нет, тут все очень интересно, замудренно получилось. Я после армии, как вернулся, сразу женился. И, получается, мой... у меня есть родственник, он мне предложил... Он знает, что я всю жизнь мечтал открыть свой зал. Он мне предложил открыть зал. Вот. Я поговорил со своим тренером, он говорит, да, наверное, надо цепляться за эту возможность, неизвестно, будет ли она потом или нет. Хотя я не очень, на самом деле, хотел, я еще хотел драться. А если открывать свой зал, ты просто там почти 100% времени будешь тратить на него? Ну, как бы вот, дело в том, что это был мой родственник, естественно, он как бы обещал, что он мне поможет там по всем, но я должен был ему помочь по другим направлениям. То есть, соответственно, ты можешь пропустить какие-то бои просто потому, что времени можно хватать до тренеров? Ну, тогда я этого не понял. Тогда я думал, что я могу быть типа а-ля боссом, взять тренеров или еще что-то, или группы, и параллельно драться. Вот. Но когда я начал этим заниматься, если бы это не был мой родственник, какой-то чужой дядька, может быть, я бы рискнул. Но поскольку это был мой родственник, я просто не захотел его деньгами рисковать, потому что сумма была серьезная, но у него была квартира в Москве. Я говорю, слушай, можно я лучше поживу в Москве, попробую там себя проявить? Он говорит, да. И я связался с одной компанией, с ребятами, там у меня тренер, там тренер был, я его давно еще знаю, Павел Малышев, и у них была там промоутерская компания GM, что ли, такое. И вот у нас такие классные отношения завязались. Так вообще у нас все хорошо пошло, я начал драться, потихонечку бои стали получаться, и они... Большинство промоутерская компания тебя подписывает и ищет тебе болей, да? И с них зарабатываешь и ты, и они. Не то, что мы прямо сказали, там долгая история сложная, но не суть. В общем, у нас хорошие отношения были, в общем, у нас все хорошо получалось, они организовали классный турнир в центре Москвы, на Арбате, там моя морда на полу Арбата была, ну, все классно, в общем, красиво. Вот, главный бой вечером мне сделали. В общем, все шло круто. Потом мы открыли зал, я тоже, мы привлекали всех, кого можно, и что-то дальше, вот, какие-то надломы пошли в отношениях, что-то там друг друга не поняли, что-то, в общем, что-то пошло не так. Мы разошлись, а я, получается, остался с беременной женой, без зарплаты, без всего, и мы жили тогда в центре Москвы, и мне как раз перед дядькой, вот, как раз совпало так, что мне уже было неудобно перед родственниками. Жить бесплатно. Жить бесплатно. Я снял квартиру, и именно в этот момент меня лишают всего, зарплаты, всего. Вот, я начал работать в Golden Glory, там есть тоже такой клуб хороший. Они меня тоже поддерживали, все, я очень хотел, я просил их, чтобы они меня в Glory, есть такой турнир Glory по кикбоксингу хороший устроил. И они мне, правда, хотели помочь искренне, но дело в том, что мне было неудобно просить их о чем-то больше, вот, но я понимал, что у них в жизни все хорошо, они не будут, ну, торопиться, им это не надо. А мне, как бы, я, возраст идет, мне нужно было, вот, грубо говоря, здесь, сейчас, и вообще у меня, ну, я не самый терпеливый парень, на самом деле, вот. И я тогда решил, что, э, ладно, была не была, попробую в Америке, попробую подраться, что, вроде говорят, ММА сейчас развивается, все круто, вот так, я никогда в жизни не боролся, и тут мне в голову пришла такая идея, о, давай, я буду драться в Америке по ММА, хочу в UFC. И вот мне опять родственник помог, первую мою поездку мне родственник помог. Я приехал сюда, естественно, никого не зная, вот, вот этот товарищ Юрий, которого сын Романа, он меня замотивировал, что я должен ехать именно в Team Alpha Male, вот, приехал сюда. А ты их не знал до этого? Я вообще за ММА не следил особо, если честно. Ну, я знал, Юрий Фейнер, просто очень. Коротко, прям, чем кикбоксинг отличается от того, что делают в ММА? Потому что ребята будут смотреть, которые, ну, девушки, да, которые не понимают в этом ничего. Ну, это два разных вида спорта. Кикбоксинг — это как бокс плюс удары ногами, и я вот выступал в разделе К1, то еще можно было бить коленями. Там можно с разворота рукой бить, с разворота ногой, но... Звучит страшнее. Ограничено, в общем, да. А в ММА, в принципе, все в виде и на борс вместе. То есть там есть джиу-джитсу, борьба, есть ударные все дисциплины. Это переучиваться нужно или... Да, нужно. Это невероятно сложно. Это очень сложно. Это просто... ММА, ну, это очень... То есть, получается, заново изучаешь дисциплину полностью? Да, ну вот я, например, никогда не боролся, да. И вот я борюсь только последние, грубо говоря, года четыре. То есть, ну, еще чуть боролся в первую свою поездку здесь месяца четыре. То есть, ну, это просто... Это не описать, это очень тяжело. Просто очень тяжело. Вот если четыре года, это большой результат сразу в UFC, понимаете? Ну, мне помогало то, что я очень высокого класса ударник. Я, возможно, один из лучших ударников в мире. То есть это, как бы, мне очень помогало. Мне это очень дает, как бы, большой толчок. То есть из-за этого со мной работать легче, и, как бы, у меня всегда есть шанс. Давай вот остановимся в том моменте, когда ты узнал как раз о том, что ты можешь сюда приехать, да. Да, я приехал просто к нему. У меня очень легко получилось с визой. Никаких проблем тогда еще не было. Просто по турвизе ты приехал и познакомился с Юрайом? Я познакомился, говорю, привет, я такой-то, такой-то. Я выучил, что я должен был сказать. Английского у тебя не было, получается, были какие-то... Ну, да, можно сказать, что не было, да. Можно сказать, что не было. И, ну, я ему сказал, вот я такой-то, я чемпион мира, все такое, хочу драться. Он на меня посмотрел, видимо, таких чудиков видит каждый день. Говорит, ну, да, что, давай, без проблем. Пригласил меня на спарринг. Я провел спарринг, он был очень впечатлен. Он говорит, а ты боролся? Я говорю, нет, никогда не боролся. Он говорит, ну, мы не можем тебя просто вот так вот выставить, если ты никогда не боролся. Я говорю, я знаю, знаю, понимаю, но мне надо попробовать, я готов. И он поборолся со мной, поиздевался, где-то раз в 15, наверное, за 5 минут меня задушил. Вот, объяснил мне, что, типа, видишь, без борьбы делать нечего. Я сказал, да, я понимаю, но я все равно хочу попробовать. Вот, но он, видимо, проникся ко мне, не знаю, как-то так, и начал очень сильно меня поддерживать, помогать. Ну, еще попозже, я слышал в интервью, он уже говорил, что он сразу понял, что я очень высокого уровня ударник. И он говорит, возможно, никогда таких не видел в этом зале. И, как бы, естественно, ему захотелось со мной поработать, он понял, что я могу это полезно. Он меня сразу почти начал привлекать и к тренировкам, чтобы я тоже людей тренировал. Вот, и так потихонечку у нас выстраивались отношения. Пожалуй, наверное, самое большое, что я в своей жизни сделал, это вот мое вообще все путешествие в Америке. Потому что несколько забавных моментов. Первый, я вообще никогда не планировал переезжать в Америку. Мне вообще не интересовала Америка. Меня все устраивало. Даже мой родной Волгоград меня вполне устраивал. Я всегда видел, что есть плохого, что можно, что лучше бы исправить. Но меня всегда все устраивало. Всегда. Я всегда знаю, что в первую очередь в этой жизни все зависит от тебя самого. То есть от твоего, может быть, окружения, а не там вот такая-то страна плохая, такие-то люди плохие или эти. Поэтому у меня не было такой прям, а вот там. Сейчас приеду, а тут все, деньги не посылают. Да, и вообще я никаких иллюзий по Америке не испытывал никогда. Тем более, я когда приехал, я как раз приехал, тратил денег по минимуму, я использовался общественным транспортом. То есть я даже до Окленда, то есть я приезжал с Лос-Анджелеса до Окленда, я приехал на автобусе. Оттуда меня уже друзья забрали. То есть я увидел сразу всю реальность, насколько она... Но я не был там шокирован, потому что я, в принципе, этого ожидал. Единственное, что меня расстроил чуть-чуть Голливуд. Я от Голливуда чуть больше ожидал. А там всех расстраивает. Люди тогда приезжают, думают, что там прям Олея слабая. Там Браса Адлер такой. Там все грязь, куча людей. Ну, ничего. Но в любом случае, то есть не было этим вообще такой мысли даже, чтобы здесь задержаться, оставаться. Но постепенно, сколько я здесь тренировался, как мне сказала интересную такую фразу, что я отключился от той матрицы, подключился в эту. Я стал потихонечку привыкать, привыкать. И я уже начал понимать, что у меня не получится, как изначально я планировал, туда-сюда ездить. И в России тренироваться, и здесь тренироваться. А здесь только драться. Иной раз. Ну, там кэмп может проходить. И когда я это понял, когда я это осознал, я очень расстроился. Во-первых, пришлось опять много денег потратить на то, чтобы сделать P1 визу. Все делал собственными усилиями. Ну, Юрая помогал, но все равно, считай, ресурсы все были в основном мои задействованы. И вот, как я уже рассказывал, в первую поездку я уехал. Я, получается, 4 месяца здесь был. Я уехал, у меня дочь только что на ножки встала. А когда я вернулся, она уже бегала. Вот. И это очень мне тяжело давалось. Прям очень. Юрая видел, как я переживаю. Тяжело давалось, что ты не увидел эти моменты сам. Да вообще, что я... Ну, дочь без меня растет. Я вообще, в принципе, дочь до того момента, когда она приехала в Америку, она, наверное, больше или полжизни точно без меня провела. То есть я постоянно куда-то ездил. То я в Питере подрабатывал, то еще где-то. Вот, например, у меня жена, она вообще понятия не имела. Что такое EFC? Вообще, о чем речь? Зачем я трачу все наши деньги? Для чего я туда уезжаю? Возвращаюсь без ни с чем? По второй раз я вернусь в общество. Она тебя не отговаривала от этого? Или она просто задавала вопросы? Ну, были, явно были сомнения, конечно. Да, были, конечно. Не, ну, она не отговаривала, но были сомнения. Я думаю, она где-то мне доверяла в глубине души, но все равно же страшно. Одна с ребенком, я тем более из Москвы, из центра Москвы, мы жили на чистых прудах. Я ее вернул обратно в Красноармейский. Наверное, ей было не очень весело. И получается, вот уже, то есть во вторую поездку, как я говорил, я продал машину, все деньги вложил, приехал сюда, через два месяца разрываю мениск. Еду обратно лечить мениск. Естественно, вот это был, наверное, второй мой самый тяжелый момент в жизни. Может, третий, ладно. Было очень тяжело. Но, не смотря на что, я преодолел все это при помощи моих близких, друзей, семьи. Приехал. И вот третий раз, когда я сюда приехал, тут мне уже очень сильно Юрая помог. Он сразу, он, во-первых, мне авансом заплатил, я смог привезти семью. Ты первое время был без них. Сколько ты находился без них? Ну, в общей сложности, я, наверное, да даже больше года без них. В общей сложности. Но в итоге все-таки, когда все сложилось, даже когда у меня получились, деньги появились еще, им надо было же документы сделать. Мы ждали, пока они сделают документы. Вот потом надо было найти жилье. Это мне опять очень повезло, потому что у меня очень хорошие отношения завязались с нашим бывшим лендлордом. Она, к сожалению, умерла, старенькая бабушка была. Вот. И мы все жили в одной комнате. Вот в одной комнате, то есть как фри-бедрум, три спальни было в доме. Все жили, объяснишь тогда, двое детей маленьких? Нет, тогда еще один. А, все. Боряна уже здесь родился. Уже здесь. Это читер, американец. Нечестно. Мы тут, блин, сзади суммы дрываем, работаем. Да, это просто родился, оп, я американец, красавец. Так нечестно. Но вот, и опять же, вот пожив здесь уже, в Сакраменто, как я, когда оброс знакомствами, близкими, друзьями уже здесь, у меня здесь по-настоящему близкие друзья со всего мира, вот теперь я это место обожаю. И вот теперь я хочу здесь жить. Ну, прям уже все, я прям обожаю. Я хочу, чтобы как минимум здесь мои дети. Может быть, я когда-нибудь вернулся бы в Волгоград, но дети я хочу пускай здесь растут. Слав, мы находимся в Ultimate Fitness, где ты постоянно тренируешься. И, как я понимаю, это место идеальное для бойцов, потому что его и основал, тоже, так понимаю, бывший боец UFC Юрая Фейбер, и он же претендовал даже четыре раза на титул UFC, насколько я прочитала, если правильно. То есть это такая, у вас очень здесь много, мы даже как бы с тобой прошли, ты говоришь, это называешь фамилию бойца, очень классное место для ребят, которые хотят тренироваться. Расскажи побольше об этом зале, что здесь находится вообще, кто здесь тренируется, как часто ты здесь находишься. Хорошо. Ну, во-первых, я исправлю Юрая Фейбер, еще действующий боец. Извините, пожалуйста. Он заканчивал карьеру, но как раз, вот, получается, в 2019 году он возобновил карьеру и дрался здесь. Я его здесь секундировал, кстати, да, вот прям на нашей этой арене, как она, забыл, голден. Я только, видишь, вхожу в эту UFC тему, поэтому, возможно, если будут какие-то ошибки, ребят, вы тоже не обессудьте, мы все пропишем, но пишите, исправляйте, да. Да, это его зал, вот, который, его детище полностью, я, теперь, я чуть-чуть чувствую себя причастным, потому что в реставрации я тоже чуть-чуть участвовал. Здесь был, раньше был антикстор, вот именно вот этот участок, это был антикстор. И когда уже зал был открыт, эта часть еще не использовалась. Потом отсюда антикстор выехал, и мы вот эти дыры, это я лично ломал, вот, но не один, конечно, не в одиночку, убирали отсюда мусор. То есть он был вообще маленький, получается, потому что там не такая большая. я сейчас еще покажу, зал на самом деле большой, и до этого был, а сейчас вообще огромный, вот, и учитывая то, что Юрая делает это все собственными усилиями, это, конечно, вообще просто шикарно, но, потому что все топы, вообще в чем крутость Юрая Фейбера, в том, что он всю команду тащит на себе. Это все полностью его проект, за счет его средств собственных. То есть если возьмешь там American Top Team или еще какие-то крутые команды, ну, я не уверен насчет АК, вот, но многие команды, у них очень крутые спонсоры, но Top Team, например, они вообще просто очень богатые, там, который вот этим всем процессом рулит, он просто очень-очень обеспеченный человек, то есть Юрая там рядом не стоит, вот, а Юрая за счет собственных средств и собрал такую сильную команду, вот. Почему я здесь именно? Потому что они в основном борцы, специализируются на борьбе, здесь большая часть базовых борцов, а мне борьба как раз нужна, потому что я кикбоксер базовый. Подскажи вообще составляющая этого зала, может быть, если можно пройтись, потому что я спросила, это что, тату-студия, что здесь находится? Я была максимум в фитнес-залах, очень обычных, в обычных сетевых и так далее, никогда не была в таком, где бойцы находятся, даже если это любительский. Ну да, этот зал чуть-чуть отличается, надо, ну опять же, разделять, ультимейт фитнес, это для всех, а Тим Альфа Мэйл это отдельно, у них даже две отдельных вообще, они зарегистрированы две отдельно, например, я вот, когда получаю какую-то зарплату, я получаю это именно с Тим Альфа Мэйл, потому что я не имею права в Юрае фитнес работать, вот, то есть у них даже два отдельных, как это, аккаунта, то есть это полностью две отдельные вещи, но Тим Альфа Мэйл, это его также команда, которую он создал, Альфа Самцы, и вот мы с вами сценируем все. Ты сказала, что ты получаешь зарплату, то есть получается, ты работаешь с ним в этом зале, или нет? Да, я здесь, и когда за бои получаю деньги, любые какие-то спортивные деньги, то есть да, я получаю именно, нет, если с ним можно, сейчас я еще с UFC получаю, но я не всегда был боец с UFC, до этого я прошел ужасный путь, но все хорошо, что закончилось. Это наша, вот здесь зона рекавери, вот здесь работают, я не знаю, вот наверное, ким перфоманс они называются, потому что сообщение от них приходит, это нереально удобно, я не знаю, у кого еще в зале такое есть, но это очень круто, потому что, особенно когда после боя получаешь какую-то травму, тебе же страховку покрывает, сразу идешь сюда, там, и записываешься, и в принципе, так получается, что у нас бесконечное это рекавери, потому что после каждого боя что-нибудь обязательно травмируешься, а они это могут растянуть насколько хочешь, то есть, бывает, что месяцами здесь лечишься, вот, даже уже муж когда и не нужно, это секрет, никому не говорите, вот. То есть, получается, зал делится на две части, для бойцов, для боксеров, гиг-боксеров, и для обычных людей, которые могут посетить его. Мы, в принципе, вместе всегда пересекаемся, да, тут, я не знаю, не то чтобы упущение, но, с одной стороны, вроде как бы, людям очень нравится, многим, особенно, кто единоборствами интересуется, что ты тренируешься, рядом с тобой вот эти чемпионы, что, особенно мальчики, если они хотят увидеть бойца UFC, и знают, что они здесь тренируются, могут спокойно записаться, прийти на свою тренировку, и случайно познакомиться с бойцами. Тем более многие бойцы UFC, вообще звезды, там, например, как Коди Гагмар, там, они, ну, очень популярны, что у них там, миллионы подписчиков, все такое, и, естественно, они там тренируются, могут сфоткаться, там, пообщаться, как-то, ну, чувствуют себя причастными. Но, с другой стороны, мне вот не нравится, что у нас пока еще нету, потому что, вот, я в Москве, когда работал, тренировался, я жил в Москве два года, там, я замечал очень часто, классная такая вещь, это, когда, вот, есть этот, как этот вид спорта, как же он называется, кроссфит, и там, всегда, вот, в этих группах кроссфита, образовался, как маленькое такое комьюнити, они очень такие дружные были, и, они чуть-чуть, как, вроде бы, с одной стороны, плохо, что они чуть-чуть отдельно на своей волне, но, с другой стороны, было прикольно, потому что, видно, что люди, прям, вот, они друг друга подгоняют, подтягивают, у нас я это не очень вижу, я вижу, что, у нас тоже есть крепкая группа, они все дружные, но тут все дружные, я не знаю, в принципе, в Сакраменто вообще, народ такой классный, добрый, веселый, я не знаю, приятный, но, все равно, как-то, чуть-чуть, мне кажется, они не, нет вот такой вот, чтобы, просто там, в Москве, они ребята собирались вместе, на каких соревнований ездили, просто куда-то в горы ходили, там, вместе ездили, там, ну, это, мне кажется, очень такое круто, хотел бы я, как бы, сюда это тоже привезти. А нормально вообще, вот, ты, например, относишься, если ты потренировался, ты устал, ты хочешь, не знаю, отдохнуть домой, своими делами заняться, а к тебе подходят, и хотят с тобой завести диалог, познакомиться, ты к этому нормально относишься? Да, конечно, я даже так скажу, когда ты очень уставший, и тебя это бесит, это у тебя убрать, и потом ты, поэтому, может, даже заскучаешь, вот, ну, да, конечно, приятно, да, ты, наверное, сейчас у меня уже, да, двое детей, я уже порог перескочил 30, и не чувствую себя старым, я еще молодой, движной, готов танцевать, но проблема в том, что уже не то, чтобы амбиции не те, а просто уже сфокусировал на другом, меня сейчас, в принципе, в боях, кроме денег, почти ничего не интересует, то есть, это вот где-то там раньше, когда я вот, там, ребенком был, или когда юноша, я там с ума сходил, там, хочу там стать, там, там, победительный чемпион мира, там, чтобы все там знали, любили, уважали, то есть, это амбиции, они все равно остаются, конечно, эти амбиции, все равно приятно, когда тебя узнают, вот мы, после моего дебюта, UFC, мы поехали в Сан-Диего, и меня просто случайный прохожий узнал, мы снимали видео, это было в дебютах, в январе, и, ну, естественно, это приятно, понятно, если бы там меня узнали, и кидали в меня мусор, там, это было бы, наверное, неприятно, а так, вроде как, людям нравится, тем более, как бы, ну, я не отсюда, приезжий тоже, в основном, знаешь, совсем недавно, они начинают публично говорить, что, ой, я там хочу поесть нормально, условно, я устал, ко мне подходят, фотографируются, что за люди, ничего не понимают, ну, знаешь, уже пренебрегают, это публика, которая, на которой они построили свою популярность, свою карьеру, свой заработок, ну, и дальше едут на этих же людях, которые их слушают, смотрят, мне тяжело судить, потому что я пока еще не так популярен, но, я вот был с Юрай, например, в Майами, и, ну, там, действительно, если честно, нескольким людям прям леща хотелось треснуть, ну, реально очень, хотя Юрай вообще просто, я не знаю, вот у него какая-то супер психика, он там всем, да, улыбается, да, все, но люди очень грубо себя вели, некоторые, прям, а, там, э, слышь, Юрай, иди сюда, там, они по-братски воспринимают бойца, очень по-небратски, да, это мне очень не нравится, это, я считаю, это неправильно, это некрасиво, и боюсь, что, возможно, меня бы это могло задеть, особенно, когда ты идешь, там, с детьми, с женой, и те, какие-то непонятные люди, там, сидят, там, полупьяные, там, ой, иди сюда, там, что-то сфоткаемся, ну, мне кажется, это, ну, тут сложно, опять же, судить, согласен, что мы работаем на фанатов, и, как бы, в принципе, весь этот бизнес, он за счет этого растет, то, что люди вкладывают деньги, покупают платные трансляции, и, вроде, подумают, какие-нибудь мировые звезды, супер, они даже поесть не могут спокойно, их там, постоянно фоткают, поначалу, ты можешь это прикольно, а потом, когда ты уже, там, дела у тебя какие-то, тем более, ты же не можешь всегда выглядеть идеально, а, например, какие-то голливудские звезды, наверное, ну, нужно держать рамки, какие-то рамки, постоянно выглядеть, хорошо быть в тонусе, а, вот, там, я не знаю, после вечеринки, какой-нибудь отекший, ему хочется посидеть, нормально поесть, если тут какие-то идиоты подбегают, а, давай, давай, сводкаемся, наверное, неприятно, но я не знаю, мне тяжело судить, потому что я еще пока в таком не был положении. А ты думал, что ты так быстро подпишешь контракт в UFC, потому что это произошло стремительно, как раз из-за того боя, которым восхитился тогда Дана Уайт, об этом все написали, по-моему, что он там поражен был, сразу предложил контракт, и так далее. Я вообще об этом не думал, если честно, просто, ну, есть цель, я к ней иду, там, быстро, не быстро. Я почему и люблю вот эту свою поездку в Америку, мне кажется, я здесь по-настоящему стал мужчиной первый раз в жизни, прям по-настоящему мужчиной. Что для тебя это значит, стать мужчиной по-настоящему? Ну, во-первых, я полностью стал содержать себя сам, целиком, полностью, и всю свою семью. И, во-вторых, ну, как бы приняв самые страшные удары, которые только, ну, я тогда мог представить себе в жизни. Вот, грубо говоря, я вышел по-настоящему, вышел из зоны комфорта, как вот любят эти атланты, расправляющие плечи, рассказывать. Вот, я вышел по-настоящему, вышел из зоны комфорта. Вот, реально. И это, ну, я прошел через это состояние, и оказывается, блин, да ничего страшного, просто вот надо фигачить, и все, и все нормально будет. Вот, для меня это был такой шок, но для себя я понял, да, вот, я ответственный человек, я мужчина, я могу встретить абсолютно незнакомых людей, высокопоставленных людей, с большими там связями, проявить себя достойно, доказать, что я ответственный, порядочный человек, и у меня построились отношения, и здесь у меня уже реально крепкие, дружеские отношения с разными людьми, и, ну, что это разве, раз не мужское. Я, ну, понятно, может быть, сейчас там меня в феминистке обвинять, может быть, это относится к любому порядочному человеку, я тут не буду спорить, но просто, и, как я имею в виду, как я для себя представлял, что значит быть по-настоящему мужчиной, вот, сейчас я такой, как хотел, таким и стал. Вот сейчас я в октябре ты подписала контракт с UFC, да, я стану очень у нее это было 12 октября, Как хорошая у меня память. Классная память. Помнишь, это примерно было возле моего дня рождения, да. И в январе у тебя случился первый бой. Он был очень яркий, я помню, что будет бой, потому что мы с тобой до этого говорили как раз, но мои как раз друзья, которые следят за UFC, начали тебя постить после того, как ты в этом бою, победив, начал танцевать. И первая мысль, которая у меня закрадывается, что ага, этот парень еще и понимаешь, чтобы о нем все написали, о нем рассказали, нужно что-то эдакое сделать. Не просто я победитель этого боя, там, не знаю, тебя поднимают руку и все тебя там хвалят, чествуют. Но ты делаешь такой шаг, о котором начинают писать в Твиттере бойцы тоже с именем, говорить в СМИ, перепощивать просто ребятам, потому что, ну это интересно, прикольно там играть, там, лизгинку танцуешь, например, да, прям там же, не отходя от кассы. Зачем ты это делаешь? Это просто порыв эмоциональный? Или ты понимаешь, ага, чтобы быть ярким бойцом, чтобы за тобой следили, это же тоже прибавляет веса, мне так кажется, чтобы бойцов UFC много, но громких имен не так много, чтобы все знали о них. Для чего ты это делаешь? Ну, самое забавное, как раз, что да, это просто вот я вот такой, какой есть, да, просто. А, ну просто это эмоциональный порыв в целом. Просто кайфую, получаю удовольствие. ты же всегда, когда о чем-то мечтаешь, ты всегда представляешь, как бы ты повел себя, как ты сделал, вот как бы что, что, люди до мелочей размышляют, что бы я делал, там, куда бы, я не знаю, залезал в свою идеальную прическу, там, не знаю, как бы бороду подстрик. То есть, до каждой мелочи это все представляешь. Естественно, я всегда мечтал, мне вот нравится этот наш, наш танец в присядку, украинский гопак, пускай там, я не знаю, русский танец в присядку. Его как только не называли. Калинка-малинка, уже как только не обозвали, я понятия не имею, как называется. И вообще, в принципе, я уже, я не знаю, тебе уже до этого говорил в личной беседе, что я не разделяю наши культуры, поэтому, нет, до барабана. Просто прикольно. Я много раз говорил об этом, ну, по крайней мере, в личных беседах, я вот не знаю, сколько раз я журналистом, один раз точно говорил, что если у меня есть какие-то там демоны и вообще какие-то потусторонние личности внутри меня, они явно танцуют лезгинку. Не знаю, просто обожаю лезгинку. Мне очень нравится этот танец, мне кажется, он просто, наверное, самый мужественный танец. И я в голове часто, там, не знаю, мне очень нравится вот эта подача, эмоциональность этого танца. Я его, конечно, танцевать не умею, но в этот момент так сложилось, все интересно, потому что должно быть много ребят, дагестанцев, ну, вообще с Кавказа драться на этом же турнире. Вот. Я с некоторыми из них переписывался, я надеялся, что мы их там увидим. Но по каким-то причинам сначала не сложилось, они не приехали. И я вот за них отбомбил. Смотри, мы так перескочили сразу к подписанию контракта с UFC, но нужно сказать, что ты мне рассказывала, что да, я попала в тот бой, на котором тебя заметил как раз Дана Уайт, предложил тебе контракт, тоже случайно. То есть, это вот череда случайностей у тебя по жизни просто тебя преследуют как раз в ключевых моментах. Можешь напомнить еще раз ребятам, а кому-то рассказать заново, почему ты попал туда, как это случилось вообще, почему случайно? Ну, в общем, Юрая стал про меня говорить, Дане, по-моему, еще до того, как я пробил вообще... Даня, прикольно, ты знаешь, ты такой президент UFC, такой большой шаг, Даня, Даня, Даня. Это забавно звучит, да? Даня Уайт, Даня Уайт, вот, в общем, президенту организации UFC, он начал про меня говорить еще до того, как я вообще первый раз подрался по ММА. Вот, и всю дорогу он ему напоминал про меня. А Нифа сейчас в хороших отношениях и достаточно близко общаются, да, что он может... Ну, я не знаю, я не могу этого... ты же уже пожила в Америке, тут все как будто в хороших отношениях, сложно понять, я не могу оценить, насколько они в хороших отношениях, вот. Ну, личную переписку ведут, следовательно, наверное, вот это достаточно... Для меня это уже кажется близостью какой-то, если они по телефону... представлено Вайт, организация такая крупная, сколько людей, да, хотят с ним личную переписку вести? поэтому я думаю, да, значит, какие-то отношения больше, чем просто там знакомства, вот. И он постоянно про меня говорил, говорил, напоминал, и я даже помню, как, когда Юрайя здесь выступал, я его секундировал, именно здесь, Сакраменто, там был весь этот карт наш, и там один из боев слетел, вот, и начали предлагать, естественно, потому что это Сакраменто, мы могли кого угодно засунуть, и Юрайя сразу сказал про меня, вот, ну, и тогда Дэна ответил, что, ну, типа, это, я не могу взять кикбоксера, типа, с одним боем в Мэй, типа, у него нету боев вообще, ну, и, в общем, как-то закрыли тему эту, и вот так я вот ждал, ждал этого шанса, дрался, где, где приходилось, и вот, думаю, кстати, еще большую роль сыграл мой последний бой на Тайтан FC, где там очень яркий бой получился, у меня получился бой в смежном весе, то есть я дрался не в своем весе, а с большим пареньком, таким, черный парень, такой здоровый, я не знаю, как скала, плюс еще он не сделал вес, вот, и не сделал вес, не смог согнать, вес огонь не сделал, то есть у нас лимит был, там, 165 паундов, вот, он даже его не смог сделать, ну, потому что он обычно в 170 дерется, в общем, короче, я считаю, Волтер Уэйти дрался, вот, и у нас бой такой яркий получился, нереально красивый, во-первых, очень ярко вел этот бой, потом я пропустил удар, он меня очень сильно добивал, но не получилось, я выбрался, я финишировал его во втором раунде, вот, и, ну, там Юрай очень довольный был, то есть он говорит, вот этот бой нам, типа, по-любому нам даст возможность UFC, и мы написали Дэнни, Дэна, Дэна Уайт, я никак не могу выговорить его правильно, да, Дэна Уайт, ну, как пишет, его просто не произносят, Дэна видим, потому что, эй, это, а мы в России все время Данны его зовем, из-за Хабиба, наверное, Хабиб начал так говорить, и все, он с акцентом, да, пацан говорил Данны, и, наверное, все уже так и привыкли, и получается, что мне написали, все, ну, все, контендер сериес, я расслабился, ну, все, круто, контендер сериес, тренируюсь, тренируюсь, раз, нет, два, нет, ничего, нет, а у меня уже деньги кончаются, уже все, проблемы, сложности, ну, и нет никаких новостей, все, и бах, я слышу, у нас Майк Молот, наш парень, дерется на контендер, я думаю, что такое контендер? контендер сериес, это вот, что я выиграл, чтобы получить контракт, это когда ты дерешься на, прямо перед ним, перед Данной, и если ты проявляешь себя хорошо, он тебе дает контракт, ну, я так расстроился, я очень рад был за Майк, а у тебя получается, слетали, 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 возможность поучаствовать в этом? Ну, он прям написал, сам лично в переписке Юрая, что все, да, я на контендер сериес, типа, все круто, готовьтесь, ну, и мы готовились, я был доволен, счастлив, что все круто, мы все сделали, но деньги кончаются, я же должен как-то подпитывать это все дело, и, ну, нету никаких новостей, я говорю, вот, и слышу, что с нашей командой Майк едет драться, я вроде бы рад за Майк, очень сильно, в то же время расстроился, подожди, ну, говорили же, был разговор за меня, я к Юрае подхожу, Юрае такой, нет, типа, наверное, нет, надо еще подождать, ну, все получится, давай подождем, и я жестко разрываю палец, прям, ну, очень сильно, получается, у Клей Гвыда, тоже боится UFC, кстати, даже Hall of Fame, по-моему, да, у него палец застревает, не палец, а этот, борцовки, обувь, застревает у меня, я был без обуви, между пальцев, и вот так проворачиваю, у меня разрывается кожа, там, вообще ужас какой-то, такая мерзость была, и я вообще последние деньги трачу на то, чтобы эту ерунду зашить, потому что, ну, ни страховки, ничего нет, это еще мне хорошо, доктор Годжин мне, по-братски, грубо говоря, там, взял с меня, он, наверное, там, больше за, я не знаю, даже за материалы, за время, чем за работу взял, и, в общем, это был прям серьезный удар, все, я у меня, я два дня лежу дома, считай, без денег, и еще всеми делами, а уже ребенок родился к тому времени, всеми делами жена занимается, я вообще ничем не могу помочь, то есть двое маленьких детей, жена, а я лежу кверх ногой, все, но я думал, я с ума сойду, и тут, ну, очень повезло, мне там, нашли мне, в общем, подработку, вот так вот сидел, подрабатывал, сидя даже мог подрабатывать, вроде все хорошо, но, я уже начал, вроде, в себя приходить, и тут заканчивается, и мне, ну, заканчивается та легкая работа, нога у меня потихонечку приходит в себя, и меня выводит на более сложные моменты, вот получается, я там делал какую-то подработку, весь в грязи, как этот, как свинья, еду домой, думаю, блин, ну, смотри, мне почти уже тридцатник, у меня высшее образование, я чемпион мира, что я здесь делаю, что я за какую-то херню занимаюсь, все, я прихожу домой, побрил голову, бороду сбрил, вот, иду к юраю, я, девушка психанула, да, вот реально, я в тот момент был, вот как вот рассказывают, когда девушке, я не знаю, только по этим поводам у девушки, по каким поводам, и, это, иду к юраю, так, юраю, говорю, все это, короче, надоело мне все это делал, я чувствую, что я уже реально схожу с ума, я говорю, давай, либо я, короче, ну, давай, хотя бы в Беллатере подеремся, или в OneFC, либо я все завязываю с этой делом, он меня прям тут же перебивает, говорит, нет, я тебе говорю, мы будем в UFC, сказал, мы будем в UFC, все, я, у меня такой шок, причем он там не предложил как раз опять же поплакал Машке в подушку жене своей, говорю, не знаю, что, она говорит, ну, давай попробуем еще, давай, что, типа, сдаваться, давай уже, мы уже здесь уже закончим что-то хоть какое-то. да, что есть родной человек, который вот пройдя все вот эти вот шаги с тобой, не сдался в эти моменты, и в такой момент поговорит, ну, ладно, тяжело, ну, давай еще, потому что она настолько верит, и дает тебе шанс, знаешь, поверить и в себя, не бросить ничего. Ну, она вообще такой человек очень рациональный, и поэтому каждый раз, когда она что-то эмоциональное выдает, это всегда, ну, очень мотивирует, очень трогает, потому что она всегда очень скептична, всегда очень, даже, я бы сказал, пессимистична, но это, ладно, дело другое. Но суть в том, что, в общем, я начал просто тупо тренироваться и ни о чем не думать, и каждый день я засыпал с мыслью, вот сейчас вот я проснусь, и мне Юрая напишет, вот сейчас проснусь, и мне Юрая напишет, я реально один день просыпаюсь, Юрая пишет, Contender Series, October 12, это было 10 дней до боя, то есть там получилось, когда Майк там был, он выиграл бой, все круто, задушил, получил контракт, и мой соперник, который должен был драться, его соперник не сделал вес, вот, и он слетает, и он попросил Даня, говорит, я в идеальной форме, я готов, я готов порвать любого, дай мне, пожалуйста, еще один шанс, и тут находит меня. А 10 дней это мало для подготовки к такому бою? Я не знаю, наверное, в тот момент, как вот есть же, вот это говорят, китайская поговорка, типа, незадолго до победы будет самое большое искушение сдаться, в тот момент сложно что-то сказать, потому что я уже, в принципе, сдался, я уже, я уже толк, я тренировался на автопилоте, уже без, я, в принципе, на бой, в Дану Уайт Контер Си, я выходил нетренированный, по сути, у меня палец был, болел, он меня болеть перестал, только перед вторым боем, может быть, в UFC, то есть, ну, это у меня реально была сильная травма с пальцем, я могу показать фотографии, разорвано было вообще, ну, до мяса, ну, я вышел в это, ну, как я, когда, я, я не знаю, я на тот момент, может быть, уже это, потому что я был на грани сумасшествия, на тот момент я сразу понял, что я по-любому получил этот контракт, нет до барабана, я знал, что все, я выиграю, когда еще потом посмотрели соперника, я понял, что он в большей степени ударник, хотя он, ну, умеет бороться, но в большей степени ударник, что он намного медленнее меняет, что в тот момент, знаешь, кажется, что человек, когда очень голоден, очень голоден, но все равно, что сейчас есть, ему нужно просто что-то съедать, что-то трясет. Да, вот, наверное, так, так и было, наверное, да. Я вот, в принципе, за свои путешествия в Америке, грубо говоря, на условном своем дне, оказывался раза три, и, как говорят, что самое удобное и потрясающее в положении на дне, это то, что и только один выход наверх, вот, поэтому... Можно оттолкнуться. Да, можно только оттолкнуться, это единственный вариант. Смотри, в UFC, получается, у тебя в январе был бой, в котором ты победил, мы уже обсудили, как ты танцуешь лезгинку, в марте тебе был бой, где ты проиграл. А ты понимаешь, почему ты проиграл и какие-то ошибки оттуда вынес, над которыми нужно работать сейчас? Ну, да, самая главная ошибка, которая вынес, вернее, не то, что ошибка, а урок, который я вынес, что я понял, что мне над борьбой нужно работать всегда, то есть, неважно, к какому бою мы готовимся, к ударнику мы готовимся или к неударнику. На этом уровне мне все время придется заниматься своей борьбой, потому что люди, скорее всего, будут постоянно бороться со мной до тех пор, пока они не убедятся точно, что это бесполезно. Вот, и это самый главный, наверное, урок, который я вынес, поэтому я сейчас полностью сфокусирован только на борьбе. Я, в принципе, сейчас вообще ничего не делаю, кроме борьбы. А как ты относишься вообще к поражениям? Они тебя мотивируют, видят наоборот, тебя опускают, ты такой, блин, только второй бой? Ну, все поражения разные бывают. Разные поражения по-разному переживают. Но, конечно, всегда нужно стараться только мысль позитивная. Если ты не умеешь мыслить позитивную, ну, не знаю, у тебя будет унылая, грустная жизнь всегда. Поэтому, естественно, надо всегда как-то пытаться самое лучшее, вынести что-то хорошее. Я вот, например, первый раз дрался перед публикой больше 20 тысяч человек. Я обалдел, как меня поддержали, особенно в самый пик вот этого всего негатива, который произошел в мире, несмотря на то, что я россиянин, так сильно поддерживали в Америке. Просто для меня это был шок. Вообще, сколько людей меня знает. Скажу, мне люди узнавали на улицах, что все болели за меня, что даже когда он выиграл, его освистали, а мне хлопали, мне кидали там что-то. Да, меня подняли. Ну, я, конечно, офигел. То есть просто это было, ну, как бы, и грустно, но в то же время как бы полезно знать, что вот, ну, надо работать просто, надо еще больше работать, и все. То есть, ну, и для себя я давно уже сделал вывод, особенно здесь, в Америке, опять же говорю, почему я посчитаю, что я здесь полноценно стал мужчиной, я понял для себя очень важный момент, что когда что-то плохое происходит, даже отвратительно ужасное, самое сложное, у тебя всегда есть два варианта, либо сидеть и ныть по этому поводу, либо пытаться как-то это изменить. Ну, и что я буду ныть? Ну, пойду бороться, все дальше. Контракт у меня еще есть, катастрофы не случилось. Да, честно говоря, амбиции я свои давно уже реализовал. Давно реализовал. Мне хочется своей семье дать более удачную жизнь, но если для этого мне придется, не знаю, работать на марихуанных полях 24 часа в сутки, ну, пофигу, буду работать там. Кстати, об этом у меня есть вопрос, я прочитала, что ты сказала, я устал быть бедным, я уже был бедным, я больше так не хочу, и поэтому сейчас мне как раз важны деньги, ты уже часть проговорила об этом, но получается, сейчас тебе не столько важны какие-то титулы, амбиции, сколько боев ты выиграешь, а то, сколько ты принесешь своей семье, сколько дашь своему сыну, своей дочери, своей жене, потому что уже моменты, когда у вас ничего не было, были и больше так не хочется. Я как минимум пытаюсь себя очень сильно в этом убедить, как минимум, что мне кроме денег ничего не интересует. Очень убедительное интервью было, я помню, то ли в «Порт-экспресс», то ли что-то из этого, да. Не, ну, это как бы разумно, это факт, ну, действительно, ну, ради чего еще? Слушайте, ну, мне вот, мне уже, а, мне уже, кстати, 30, мне уже 30 лет, и вот залазить в клетку, обниматься с другим полуголым мужиком, ну, вот зачем мне это надо? Для чего? Это вообще не прикольно. Ну, естественно, только ради денег. Медалек у меня было много, даже пояса были, ну, не знаю, все пустое, уже мне это не интересует. Это круто, есть каждому, каждому возрасту, каждому моменту в жизни есть, ну, как бы свое время. Вот было такое время, я, для меня были важны, все это важно, титулы там еще, сейчас для меня это не так важно. Но, справедливости ради, именно как раз из-за последнего боя, я понял, что все-таки это не только про деньги, какие-то личные все-таки амбиции все равно есть. Все равно, конечно, обидно, сказать, да, ну, нафиг, ну, как так, почему вот он у меня сможет, да, я могу лучше, я докажу, да, конечно, и особенно, ну, и сейчас на меня уже хейтеры, шмейтеры вот эти вот все не влияют так, кто бы там что ни писал, как-то уже смешно даже иной раз. Как ты делаешь? Ты чувствуешь лучше? Все чувствуешь лучше? Да. Извините. Да, это не плохое. Вот паренек вообще, блин, ну, он и сейчас симпатяга, а был вообще просто, я не знаю, Аполлон, этот, молодой парень, у него, а у него всю жизнь была в мозгу какая-то, я не знаю, как называется, в общем, что-то с кровообращением проблема какая-то, и вот недавно его, этот, строк или как, шарахнул, вообще молодой пацан, даже 30 лет. А, да ладно. Да. И он вообще ужасно. Внешне не видно, что с ним что-то случилось. Вот, это он вот так работает, вообще он почти ходить не мог. То есть он вообще лежал сначала, потом начал более-менее ходить, и вот сейчас вот, вот видимо то, что всю жизнь спортом занимался, несмотря ни на что, все равно это закалку дало, потому что он вот рукой почти не шевелил, он там ужас еще был. У него одна сторона полностью отказала, а сейчас вот почти как нормальный человек. Просто я же еще знал его до этого, поэтому мне сразу бросается в глаза. Это вообще важно еще, как человек подходит, он мог бы, знаешь, лечь, страдать, что с ним такое случилось, и наоборот, условно умирать, да, в этом состоянии. А он все равно пришел, ему там трудно руку подать, а все равно занимается. Да, да. Нет, красавец еще, молодец. И, кстати, вот с ним работает один из наших тренеров по физикготовке. Вот, вот это наша клетка. Здесь иногда проводится fight simulation, это вот, ну и вообще какие-то тренировки, лапы часто, Джоуи здесь, вот который мой тренер по боксу, Джоуи и бородатый. Вот, мы, кстати, сейчас ему собирают денежки у него, к сожалению, у дочки. Что-то какое-то интервью грустное получается, в общем, но... Ну, у дочки, да, этот рак нашли, у старшей. Вот, и мы сейчас собираем денег на все это дело. Вроде уже 50 тысяч собрали, необходимых для, там, первой какой-то стадии, но там неизвестно, сколько это еще будет длиться. Вот, обычно здесь вот, в общем, работаем, вот здесь. То есть, и все твои подготовки к боям, к боям UFC, тоже здесь проходят. Ну, как... Ну, и когда ты готовишься основательно, например, к бою? Ну, да, лапы в основном здесь держат. Или какие-то... Иногда, чтобы почувствовать клетку, спарринг здесь тоже проводим, чтобы почувствовать, ну, как... Потому что борьба в клетке и борьба на открытом пространстве две разные вещи. Экологически просто отвечают? Нет, вообще полностью. Это потому что ты здесь можешь использовать клетку как для защиты, так и для атаки. То есть, например, если на открытом пространстве я просто буду бежать человека, пытаться завалить, он может тупо двигаться назад, там, до бесконечности или там, скрутиться куда-то. А здесь я могу остановить его у клетки, прижать его к клетке и уже там начать работать. Но в то же время и я могу использовать. То есть, если у меня человек пытается повалить на пол, и, ну, в открытом пространстве я бы уже упал, а здесь я прижимаюсь к клетке и в специальных положениях могу выбраться. То есть, клетка, она может помочь и тому, и тому. Все зависит от того, кто лучше знает свое дело. Как интересно. Да, и клетку можно использовать на самом деле даже для того, чтобы расцепить захват рук. То есть, она очень больна. То есть, это не мягкие. Соперный тебя не сможет долго держать, получается, да? Ну да, вот, например, если человек удержит тебя вот таким образом, ты можешь его руки на клетку вот так прижать, и он захват расцепит, потому что это больно. Но в перчатках может быть чуть-чуть легче, но если без перчаток ты сейчас попробуешь, это очень больно. Это, ну, как бы не шутки. А в этом UFC еще просто там этот канвас, который постелен, он нереально грубый. То есть, если тебя повалили на пол, ты все расцарапаешься весь вообще в кровь. Так что это, ну, что хорошо, не скользкий. Я даже не знаю, что это. Очень приятно, ты расцарапанный, нам в целом не скользишь. Если выбирать, наверное, я выберу лучше поцарапаться, потому что, когда поскальзываешься, можно вообще себе колено вывернуть или еще что-то, а это уже травма на много лет. Может быть, вообще никогда не восстановишься. Блин, такие нюансы ты рассказываешь. Так удивительно, что я никогда этим не интересовалась. Я просто с упоением смотрела, когда, знаешь, там знакомые, друзья, мальчики собираются, и сможет уже что-то происходить, и ты с ними как будто включаешься в этот процесс, да, тоже за кого-то болеешь. Но в целом, там, мы девочки, без этого нормально живем, без этих боев. Ты расскажешь такие детали, что интереснее теперь мне, нахрен, будет наблюдать, потому что я какие-то такие детали знаю. Да сейчас в UFC уже женщин, я не знаю, женщины не менее популярны, чем мужчины. Там они, ну, зарабатывают, по крайней мере, точно не меньше. Та же Валентина Шевченко. Она вообще просто нереально крутая. Я вообще считаю, она сейчас самая техничная боится UFC. Так что, это уже время прошло, когда девушки там, а, ну, пускай, ну, да, я понял, что ты имеешь в виду. Но проблема с MMA, мне кажется, для фанатов, чтобы наблюдать, следить за MMA, нужно все равно чуть-чуть понимать, что происходит. Вот это не как бокс. То есть, бокс включил, там, два человека бьют друг другу морду. И даже если ты не понимаешь, насколько это сложное искусство, а бокс это искусство реальное, то все равно ты примерно понимаешь, что один пытается побить другого. А когда ты включаешь MMA, ты никогда до этого ничего не видел подобного. И ты видишь, как один человек, допустим, условный там, Хабиб или вот как я последний бой проиграл, например. Меня человек обнял и лежал просто на мне все время. Раз, и ему руки подняли. И думаешь, что это такое, чувак просто обнимается и ничего не делает. Но на самом деле это очень сложно кого-то вот так вот держать на полу, не давать ему работать. Это очень сложная работа. То есть, много нюансов. И поэтому, чтобы быть фанатом MMA, все-таки нужно чуть-чуть понимать, что происходит. Нельзя просто вот так наблюдать, как мордобой обычный. Классная надпись. Я процитирую просто одну надпись, что если тебе не нравится направление воды, то есть, условно, течение какого-то, не перепрыгивая ее, то есть, условно, в целом, что-то не нравится, не надо выше головы прыгать, зачем ты туда идешь вообще. Прикольно. Вот. А я никогда не читал их. Я только одну помню. И то, потому что кто-то обратил мне внимание, там было что-то типа, что-то всех, там про Тайсона что-то, все хотят драться до того момента, пока не получишь удар по морде. Что такое? Вот. А, или у всех есть план. У всех есть план, да, до того момента, пока не получишь по морде. Вот здесь с вами тренировались раньше. Но вот этот мат, кстати, особенно летом, он становится скользкий. Сейчас, может, он уже старый стал, уже чуть притерся. Но вот, когда мы только начинали тренироваться, это вообще какой-то ужас был. Все травмы колена, которые только можно было, получились здесь. У нас прям какой-то был год, травм колен в Тима Фомеллу. Я разорвал себе мениск, потом еще какой-то парень отрался мениск, потом Алекс Мунис себе связки вообще порвал. Слушай, вот разорвал мениск, у меня, у подруги был разорван мениск, и ей достаточно трудно было даже заниматься спортом. То есть, пока ты не решишь эту проблему, а с мениском, там вообще очень сложная ситуация, дорогостоящая операция и так далее, то для вас, это вообще, ну это же твоя работа, твои ноги, твой хлеб. Если ты разрываешь мениск, как вообще дальше работать? Такая травма просто достаточно серьезная. Насчет травм, это вообще очень прикольная история, на самом деле, про мою травму. Это случилось, моя вторая поездка была здесь, я продал машину, потому что денег уже не было, чтобы сделать вторую поездку. Приехал, и через два месяца я здесь разрываю мениск. Вторую поездку, в смысле, в Штаты? Да. Ты еще живешь в России, просто приезжаешь. Да, да, да. И, ну все, пипец, катастрофа. Я даже без наркотиков уснуть не мог, как я эти печеньки ел, потому что ногу выпрямить не мог. То есть я вообще, в принципе, возилка. Без наркотиков, подожди, объясни, что это было. Печеньки, как это называется? Я далека от мира наркотиков. Эдиплс, или как это называется? Далека я советую всем быть там же. Но его можно использовать как обезболивающий. Просто с какой целью ты... Нет, я их использовал, как вот эти. Никому не рекомендую, да, я их использовал как обезболивающие, потому что не было ничего, я здесь не могу получить, у меня не было страховки, быстро перестали работать. Их надо было есть в Польше, ну, а я не мог. А дальше что делать с Министком? Только оперировать? Так вот, я в итоге поехал домой. В общем, пришлось не ехать домой. И получается, без денег, без всего. И даже в России мне операция обошлась где-то в тысячи долларов. Оперировал. И это был, наверное, такой самый... Ну, не самый, но один из самых... Если учитывать момент того, что у меня тогда еще даже не было P1 визы, по которой я сейчас, тогда, наверное, был переломный момент. Я уже прям близок был к тому, чтобы сдаться с этой идеей. Но все-таки в итоге, слава богу, все получилось. И вот мы в итоге сюда вернулись. Сначала я приехал, и я почти год работал над тем, чтобы привезти семью. И мне лично Юрай помог именно с тем, чтобы я привез семью, потому что у них уже документы были готовы, но у меня ни копейки не было. Возвращаясь к вопросу про финансы. Какие у тебя сейчас финансовые цели у твоей семьи стоят? Вот сейчас, если условно ты заработаешь много денег, на что ты первое потратишь крупную сумму? Я, во-первых, сейчас делаю даже не... много денег, чтобы что-то планировать, чтобы делать. Но самые главные мои задачи у меня из рациональных... Во-первых, я хочу грин-карту получить сначала, чтобы мне спокойно можно было ездить туда-сюда, чтобы я наконец-то посетил родных по-человечески и не боялся того, что потом я не смогу вернуться. Грин-карту, во-первых, хочу получить. Во-вторых, я хочу получить грин-карту, чтобы первое, наверное, самое главное, если у меня будет большая сумма денег, я бы потратил все-таки на недвижимость. Причем дело даже в нормальном подходе, что мне вот нужна недвижимость, место, где жить. Я не знаю, почему я вот... Меня, в общем, никогда не привлекали ни дорогие машины, ни какие-то безделушки, ни дорогая одежда. Вот всегда мне до барабана. Я даже название брендов знаю, по пальцам перечитаю, сколько я их знаю. Вообще в них не разбираюсь. Вот сейчас спроси, какой самый модный бренд, я не знаю. Скажу тебе, какой-нибудь Versace или Lacoste, все, что я помню. И то, потому что на базаре раньше подделки продавались такие вот. Все, что я помню. То есть не разбираюсь вообще в этом. Но вот почему-то я прям повернут, как я хочу свой собственный дом. Вот прям вот просто до болезни хочу свой собственный дом. Мне кажется, это в русской культуре, что ты должен иметь недвижимость, квартиру, дом, что-то вот тебе... Не знаю. Не знаю. Вокруг меня не было таких фанатиков, кто вот именно так сильно хочет. Именно особенно свой дом. У меня и жена раньше всегда была против домов. Она хотела в квартире жить. А я вот всегда хочу дом, дом, вот всегда хотел дом. Всегда хотел дом, маленький двор. Вот всегда, не знаю. И здесь вот как раз в Сакраменто, вот особенно где я сейчас живу, я живу в Сакраменто, живу в такое приятное место очень. И вот там вот прям вот чисто классический, средний. Ну и, конечно, я живу довольно близко к вот Фоте, вот эти вот улицы. Там у нас самые, типа, как Беверли-Хиллс, Сакраментецкая, там самые богатые живут. Но вот именно где я живу, это такой средний класс. Ну, может, чуть-чуть выше среднего класса. А вот дальше туда отойдешь, там уже богатые. А вы сейчас в квартиру снимаете или дом? Это мне очень повезло просто. Слав, скажи, пожалуйста, сколько зарабатывает вообще боец UFC? Понятно, что все это можно посмотреть в открытых данных, но интересно, когда сам боец озвучивает. И есть ли разница от того, проиграл ты бой, выиграл ты бой, какие-то коэффициенты может быть добавляются? Да, да, разница есть от побед, а также есть еще система бонусов. Но стандартный контракт, вот сейчас, который у меня есть, то есть это первый бой был 10 плюс 10, то есть если выигрываешь, тебе еще 10 сверху дают. Второй был 12 плюс 12, вот. То есть ты проигрываешь, ты получаешь свои гарантированные там 12 или 10? 12, да, если выиграешь, то добавляют, да. И так постепенно растет. Ну, еще, конечно, от менеджеров зависит все, как договорятся. Вот плюс система бонусов. Вот получается, ну, чтобы люди понимали, наверное, самый сытый год до пандемии я сделал в год где-то 33 тысячи долларов. официально все, как полагается, заплатил налоги за год, 33 тысячи долларов за год. А в UFC я за одну ночь сделал 74 тысячи долларов. А, фу, 33 тысячи, я подумала, что здесь, я думаю, это такая маленькая сумма для штатов, и я не могла... Так я здесь это и сделал. А, вот. То есть вот... 33 за год? 33 за весь год. Ну, если выделить просто на 12 месяцев, то это очень мало. О чем речь. Вот. То есть, а в UFC я за одну ночь получил 74 тысячи. За одну ночь. А, офигеть. Да. То есть, там же еще есть спонсоры, они, по-моему, 4 тысячи долларов платят стандартно. Это 74, это получается за первый бой, который ты выиграл, или за второй? Да, за первый. За первый. Это плюс бонус. То есть 24 я выиграл чистыми, и 50 тысяч бонус. А если, например, ты проигрываешь, этих бонусов нет? Ну, вот я второй проиграл, нет, да. И плюс еще с меня взяли денег за... Я с собой товарища взял... Ну, вернее... А, ну да. Получается, за двух я заплатил, за двух секундантов, а приехать смог только один. Вот. То есть с меня еще денег за секундантов сняли. Я вообще в целом бы хотела поговорить, как раз ты обговорил в момент визы, что у тебя там рабочая виза получается, да? Ну, как тогда ее добиться? Вот сейчас ребят, например, кто занимается боями и хочет приблизиться к этому искусству здесь, потому что UFC находится здесь. И, собственно, твоя цель была приехать сюда, чтобы быть ближе к этому комьюнити-сообществу. Тогда легче, условно, чтобы Данавая тебя увидела, легче намного, чем из России, да, естественно, это сделать. Да, но как технически это разрешается? Как ты получаешь... Нужно получать приглашение, например, от компании, например, того же Юра, или как? Ну, тут сложно судить, потому что... В твоем случае, наверное, тот опыт, который именно я сделал... Ну, конечно, наверное, кто-то уже делал, я уверен, что, может быть, и многие делали, но именно с UFC, не знаю, вот в последние годы, потому что обычно сейчас, с которыми ребята дерутся и которые планируют UFC, они обычно строят карьеру, у них уже есть тренера, менеджеры, скорее всего, есть спонсоры, и, ну, если просто технический аспект, то нужен адвокат, в принципе, можно и без адвоката попробовать, но лучше с адвокатом, то есть подает работодатель твой на тебя прошение, что он, типа, хочет... Отсюда? Да. Ну, хорошо, а как с ним связаться? В общем, смысл такой, что, по сути... Он тебя взял, собственно, чтобы ты заинтересовал... Ну, я сейчас сначала хотел бы объяснить, как это, практическую часть, то есть смысл... Выглядит это так, работодатель должен доказать, что вот без тебя вообще все, край. Вот нужен ты, иначе вот все, лучше тебя никто не может делать эту работу. Вот смысл примерно такой. А как это уже по факту произойдет, ну, это я уже даже не знаю, потому что у меня с Юраей случай был такой. Я приехал, я ему говорю, у меня тогда еще были какие-то деньги, я говорю, ты мне можешь сделать рабочую визу, просто, чтобы я мог здесь драться? Потому что я вначале не знал, я по турвизе приехал, я думал, мне по турвизе получится драться. Оказалось, что нет, чтобы драться за деньги, попросил, нужно получить визу специальную. Я ему задал вопрос, как это работает? Потому что это работа считается, и ты не можешь работать. Да, да. Вот, я просто раньше никогда не задумывался, потому что я в основном ездил в составе сборной, и они все сами делали. Вот, и все у меня менеджеры все делали сами, я никогда не задумывался, ну, еду, еду, дерусь и дерусь, понятия не имею, что там происходит. Да, если честно, по кейбоксу мы сами платили кэшем, поэтому там бывает. А тут получается другая история, все серьезно. И я стал узнавать, говорю, ты можешь мне сделать рабочую визу? Вот, я с переводчиком тогда еще ходил. Вот, у меня товарищ помогал мне с переводом. Я говорю, мне не нужно платить, говорю, ничего, просто чтобы я драться мог. Он такой, да, да, говорит, да, давай, без проблем, конечно. Но за то время, пока я вот здесь был, я уже оплатил все адвокатом, все полностью сам делал. Я все делал сам. Единственное, я походил, ему говорил, вот, ты можешь мне там письмо дать, то есть те вещи, которые невозможно сделать самому, делал он, естественно. А так все в основном сам делал с адвокатом. И в итоге, когда мы все весь этот процесс завершили, я уже был полностью без денег, но все-таки у нас получилось ее получить. Я приехал сюда, и вот тогда меня Юрай очень поддержал. Он мне поставил на зарплату, дал мне много здесь классов рабочих. То есть вот в этот момент меня Юрай прям вытянул. То есть вот получается где-то год вообще Юрай меня на себе тащил вообще. Вот, и вот получается вот этот год я, за этот год я мог натренироваться достаточно, чтобы начать драться уже за деньги нормально. Правда, была проблема в том, что мы бои никак не могли мне найти. Целый год, наверное, никто не соглашался драться. Вот. И вот как раз тоже, как говорят там, пришла откуда не ждали. Пандемия когда началась, и когда вообще полностью уже и Юрай не смог платить, и у меня уже семья здесь была, и жена была беременна, и полная вообще катастрофа началась. В этот момент у меня, ну я кое-каким прошел все равно и этапы, но самый момент в том, что бои начали появляться потихонечку. Про телевизор тоже этой забавной историей. Видите, он этот, вмятину. Да. Я когда тренировал, меня уговорили поиграть в футбол. Ну я думаю, ну ладно, давайте поиграть в футбол. И один парень, причем он в этот день первый раз появился, он как дал и разбил, короче, и с тех пор его так никто не ремонтирует. Да блин, это память, прикольная, специфическая особенность. Да, я хочу поговорить в вопросах здоровья, потому что это травмоопасный спорт. У вас может случиться вообще разные травмы, которые только могут, но самым больше всего меня волнует весогон, потому что так быстро сгонять вес. Я видела, недавно у меня вдруг снимал, как раз тоже бойца, и я видела, как это все происходит. Ну это страшно, ты можешь десятки килограммов слить за три дня, условно, за четыре дня. Это очень большой удар по здоровью. Ты никогда не думал о том, что ты убиваешь свое здоровье и ты забираешь его же у своих детей, у себя в будущем, у своей семьи. Как ты вот сам объясняешь себе эти вопросы? Не, ну это опять же надо уметь быть рациональным, адекватным человеком. Просто это все звучит типа вау-вау-вау. Ну по факту мы убиваем свое здоровье каждый день. Мы убиваем свое здоровье каждый день, хотя бы просто выдыхая и вдыхая каждый раз. Каждый раз ты вдыхаешь и выдыхаешь, ты трачишь свое здоровье. Ну да, так ты выдыхаешь и выдыхаешь, так еще дополнительные. Туда прибавляешь весогон, травмы, удары. Ты же понимаешь, для чего это делаешь? Вот как, например, люди, которые работают на каких-то вредных предприятиях, они, возможно, там зарабатывают больше, чем денег, надбавка за вредность, если это какая-то социалистические, социальные программы есть. Вот тот же момент. Вот ты, допустим, идешь на работу на завод с вредным производством, у тебя есть надбавка за вредное производство. Почему эти люди не задумываются, что, а, вот там вредная работа. Ну, наверное, у них выбора нет, а у меня есть выбор. Я могу тратить свое здоровье и при этом заработать 74 тысячи долларов за одну ночь. Ну, как бы оно того стоит, я считаю. Если я смогу еще больше заработать, еще больше. Есть люди, которые миллионы долларов, сто миллионов долларов заработают. Вот, например, бокс, я считаю, очень вредный вид спорта для головы, особенно на том, на высоком уровне. Друг друга просто убивают, там, нереально. И вот Канайо, он сделал контракт, по-моему, миллиард долларов он заработал, контракт. Ну, вот убил он свое здоровье, он, я думаю, будет выглядеть гораздо симпатичнее, чем все те ребята, которые на заводе работают. Ну, цена здоровья получается миллион долларов плюс еще деньги, которые ты можешь заработать. Нет, я думаю, просто цена здоровья — это не цена здоровья, это в этом и заключается свобода, как бы иметь право тратить свое здоровье на то, что ты хочешь. Ты сам взвешиваешь всегда. Тем более, ну, опять же, здоровье — это все звучит, конечно, да, разумно, но вот посмотри на Юра Аю. Ему 43 года, он бодрячком, он поехал сейчас на соревнования выступать по ветеранам на National Open и занял второе место, хотя он даже не тренируется. Ну, как бы, и посмотри на всех ребят. Вот вчера со мной, который боролся, Майк Фонд, ему тоже 43, что ли, года, он Ironman сдал недавно. Они всю жизнь занимаются спортом. Это, я скажу даже, такое очень сомнительное. Это, да, с одной стороны, отнимает здоровье, но сравнение с тем, что люди кушают, как люди мало двигаются, как люди мало занимаются физической активностью, они убивают свое здоровье гораздо сильнее, особенно у кого есть всякие вредные привычки. Я скажу, алкоголь убивает здоровье так, что вам и не снилось. Это вообще даже какие-то, какой там весогонка. Это вообще смешно сравнивать. Ну, согнал я вот вес там раз, там, сколько, ну, три раза в год я сгоню вес, ну, четыре раза в год сгоню вес, а люди употребляют алкоголь каждые выходные. Ну, не все, но очень подавляющее большинство. А курить сколько людей, сколько людей употребляют разного рода вещества, сколько таблеток пьют непонятных. Поэтому понятие со здоровьем очень такое. Относительное. Да, это более философское такое отношение. Смотри, а если твой сын выберет, например, такой же путь, такой же вид спорта, ты одобришь это, просто предупредив его о том, что его можно ждать или будешь отговаривать? Почему не дочка, почему сын? Ну, я не знаю, у меня все равно в голове есть. Я не могу смотреть, на них можно найти женщин, которые дерутся, поэтому у меня просто личное неприятие. Ну, хорошо, давай так, если дочка или сын выберет кто-то из детей. Ну, не знаю, наверное, поддержу. Да я в любом случае их поддержу, в любом случае. И здесь я хотя бы могу чем-то им помочь, как-то им объяснить. Наверное, если там он захочет стать великим биологом, там, я не знаю, я вряд ли чем-то смогу помочь. Может, только денег на образование дать. А тут я реально могу ему все рассказать по полочкам, чтобы он избежал всех тех ошибок, которые я сделал, или дочка смогла. Как минимум, я уже отдал ее на гимнастику. Как минимум, она уже год занимается гимнастикой. Получается, сын тоже пойдет в гимнастику? Ну, надеюсь. Ну, тут же такой момент. Я стараюсь опять быть достаточно прогрессивным в этом плане. Они будут отдельной личности. Я не собираюсь на них давить. То есть, понятное дело, пока они от меня зависят, я буду их мотивировать максимально. Пытаться и как бы объяснять, что вот, ну, наталкивать их. Все ресурсы, которые могу, какие ключики могу использовать для этого, я буду использовать. Потому что я считаю, что, ну, спорт для них может открыть очень многое. Это очень важно. Он может научить их дисциплине. Он здоровье может заложить хорошее на будущее. При помощи спорта они даже, если хорошо пойдет, могут даже поступить в колледж здесь. Здесь многие программы есть такие удобные. А учитывая, что у нас, ну, очевидно, что у нас в крови есть какая-то предрасположенность к спорту. Ну, зачем этого лишаться? Это же глупо. Интересно, почему? Ну, да, это же глупо этого лишаться. Тем более, у меня здесь есть связи, связанные с этим. Ну, да. Уже здесь даже есть связи, связанные с этим. Ну, зачем мы этого лишаться? Это же глупо. Поэтому, естественно, я буду их мотивировать. Но, в конце концов, все равно это личности отдельные. Если они захотят, там, не знаю, слушать рок и, там, я не знаю, больше ничего не делать, играть в приставки, это их право только после 21 или 18, когда сами будут зарабатывать, пинок под жопу, идите и играйте в приставки. Если нет, то я готов помогать до последнего. Особенно за любые начинания. Вот у меня дочь пока мечтает быть фермером. Она, видимо, не догоняет, насколько это сложная работа. Вот. Но я ее мотивирую, говорю, ну, хорошо, вот будешь там тренироваться, трудиться. Я тебе обещаю. Там тоже гимнастика, Сашка, пригодится в целом. Слав, я тоже с тобой это проговаривала, но я хочу проговорить и для своего канала. Мы просто с тобой делали до этого интервью для ребят, которые не знали, не знали для другого издания. Это спорт, мне кажется, очень агрессивный, потому что без злости, без внутренней агрессии бить другого человека я не представляю со своей стороны, да, возможно. Конечно, вы уже выработали, для вас это работа, но, тем не менее, ты должен где-то эту внутреннюю силу брать. Но когда ты приходишь домой, ты очень много проводишь времени с детьми, когда тебе позвонишь, обязательно на фоне и дети, то есть ты, мне кажется, должен как-то абстрагироваться, да, вот тут агрессия, спорт, адреналин. А когда ты приходишь домой, все равно должен быть добрым, ну, как будто мне это кажется в моем мире, добрым папой. Как тебе получается балансировать между этим или ты выключаешься, выключаешь полностью работу, когда возвращаешься домой? Да, я вообще, в принципе, я все время отключен от боевого режима, я почти всегда отключен. Это, ну, может быть, только в какой-нибудь самый пик, там, тренировочный лагерь, может быть. А так, я вообще, я же говорю, мало что может заментировать драться, кроме, там, больших денег. У меня уже, ну, бывает, конечно, да, когда смотришь, там, бои или еще что-то, где-то там, что-то... Я права, что есть агрессия, получается, у бойцов? Ну, конечно. Ну, конечно. Что все равно миролюбивый человек мясо пойдет. Я вообще считаю, если нет у тебя злобы достаточной, ты вообще, в принципе, этим заниматься не можешь. Ну, как ты можешь выйти и калечь, по сути, избивать? Ну, конечно, я об этом говорю. Все равно определенный тип людей это дает. Это не, это не злоба, там, да, это не какой-то, там, я не знаю, это не что-то прям ужасное, как могут люди понять, но это насилие, самое натуральное насилие. Ты выходишь, ты понимаешь, что человек будет тебя избивать, а ты должен избить его, должен его финишировать, должен побить его, должен его травмировать. То есть, ну, понятное дело, да, не, это сто процентов, это связано с насилием, однозначно, это ничего там хорошего нет, сто процентов, да. Тут от этого никуда не избежишь, конечно. Может быть, и было бы лучше, если бы в этом мире вообще этого спорта не было, но раз уж есть, то надо использовать его во благо, насколько это возможно. И я хочу завершить вообще наш разговор. Я очень благодарна, что мы приехали, смогли приехать к тебе в Сакраменто, и попасть сюда, в зал, мы с утра, а мы уже 4 часа тусуемся в этом зале, уже со всеми познакомились. Но, напоследок, я хочу, чтобы ты что-то вдохновляющее, если, может быть, наоборот, не вдохновляющее, скажешь ребятам, которые сейчас смотрят нас из России, думают о UFC пока как о чем-то призрачном. Что ты можешь им посоветовать, что ты можешь сказать, если они пока не представляют, как они могут сюда попасть, но хотят, например, и уже борются, уже в этом состоят в спорте. Не, ну вот советовать вообще дело плохое, к сожалению. Да, поэтому я бы сказал так, вот для себя я какую истину открыл, я несколько раз это в интервью говорил, я боюсь, что каждый раз формулирую это по-разному, но смысл примерно один и тот же. Для себя я понял самую главную истину, что если ты хочешь чего-то очень сильно добиться, то нужно очень-очень усердно трудиться, очень усердно трудиться. Это не значит, что ты добьешься этого, если ты будешь усердно трудиться. Но если ты не будешь трудиться, ты сто процентов этого не добьешься. Поэтому это, с одной стороны, грустно, но с другой стороны, это очень просто, ну это простая математика. Просто если чего-то хочешь, надо очень усердно к этому стремиться изо всех сил, даже из тех сил, которых у тебя нет, надо брать у кого-то взаймы. Ты, по крайней мере, будешь знать, что ты сделал все от себя возможно. Да, а если ты не будешь трудиться, то у тебя в любом случае не получится это сто процентов. тут я тебе могу обещать. Если ты не будешь стараться, у тебя не получится. Слава, спасибо большое. Ребята, я, как всегда, оставляю все контакты. Слава очень добрый, невероятный человек. Я, честно говоря, я ему уже говорила это лично, что для меня бойцы это люди, которые не умеют разговаривать. Славу не остановить. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот прекрасный канал. Здесь появляться будут такие же классные герои, о которых можете узнать только на этом канале. И подписывайтесь, конечно, на меня в инстаграме и на Слава в инстаграме. Все, пока-пока.